это видео подробный мастер-класс как сплести узор гусиные лапки училась я в стране мастеров ссылочку на фото мастер-класс по которому я училась в стране мастеров я конечно же оставлю в описании под видео вот так узор смотрится на круглом изделии органично красиво на прямоугольном изделии смотрится тоже очень красиво и на овальном изделии тоже смотрится очень красиво самое главное для плетения этого узора соблюсти условия это количество стоечек должно быть четное строго четное потому что если будет нечетное рисунок будет сдвигаться нам нужно чтобы он шел один над одним то есть четное количество стоечек второе условие это чтобы между стоечками расстояние было от желательно от двух сантиметров если она будет совсем узенькая это расстояние то лапки получатся маленькие и узор сольется лучше и когда расстояние больше и самое главное это очень легкий узор просто надо понять что это сочетание ситца и веревочек то есть мы обычно берем например веревочку прямую и ситец а здесь сочетание ситца и веревочки прямой и обратной и сеть здесь поэтому плетется двумя трубочками трубочки лучше всего брать контрастного цвета иначе будет узор не виден сольется и идет сочетание прямой веревочки ситец одной трубочкой светлой обратная веревочка сетец прямой сетец темной трубочкой прямая веревочка то есть раппорт у этого узора очень маленький всего прямая веревочка сетец обратная веревочка сетец 4 ряда рапорта этого узора место перехода самое главное это не закрывать ряд тогда все сложится и не надо мучиться с местом перехода но можно закрыть ряды получится чуть дольше но по рисунку все можно только единственное что придется всегда закрывать ряды прямой веревочки обратной веревочки чтобы ряд сошелся узор сошелся я еще раз повторяю давайте рассмотрим вот она ряд прямой веревочки ряд ситца ряд обратной веревочки ряд ситься но теперь уже темной трубочкой и пошло все заново а теперь рассмотрим еще подробнее в видео плетем двумя трубочками светлой и темной плетем веревочку первый ряд у нас идет веревочка как сетец это вот вот так доплела вот до начала ряда видно не закрываем ряд теперь отсюда пошла первое первое вот отсюда вот она трубочка у меня я доплела ряд и теперь смотрю нижние что у меня куда у меня нижние у меня уходит отдыхать то есть вот заменяет ее нижний уходит отдыхать а плетется верхний летется верхний ситиц и это плела до начала ряда вот это моя вот она трубочка которая отдыхала я и вывела сюда и это закончила до плетения здесь у меня две светлых вышли значит мы плетем так чтобы светлая у нас была третья доплела ряд не закрывала здесь у меня выходит вот это вот должна закладываться веревочка они две вместе все вот я доплела ситиц здесь сложился теперь смотрю мне сюда надо чтобы вышло вместе светлые трубочки до обратно все теперь плетем до конца так вот я доплела до конца и как я не закрывала ряды теперь у меня и по так и пойдет дальше не надо будет закрывать ряды и мучиться закрытием ряда то есть можно плести и закрывая ряд но гораздо удобнее не закрывать дальше я смотрю светлые у нас уже были теперь темные собираем все в другую сторону значит плетем ситиц темной вот она веревочка вышла трубочка вышла вот она и здесь трубочка то есть вот они сразу вышли на веревочку две трубочки и мы начинаем плести веревочку две трубочки уже прямую и коричневой трубочки у нас собираются все в одну сторону все пока пока получается один одна трубочка светленькая будет и то есть это вот она сверху вышла вот здесь вот у нас начинается первое вот переплетение вот темное светлое вот трубочка идет пошла сицын а это пока оставляем светлую трубочку сицын и вот смотрите первое когда пошла вот здесь вот первая лапка вот она сложилась то есть вот раз через одну еще одну и все должны сюда сложиться то есть и лапки должны в одну сторону быть прийти вот так вот к нашей трубочки достаем ее нет не достаем даже ее должна быть веревочка обратно и теперь прямую же мы сплели теперь обратно и вот это все наращу обратно веревочкой я проплетаю и здесь у меня все три темных вот они сошлись в одну то есть вот она лапка получилось и продолжаем плести ряд обратно веревочки ряд обратно веревочки вот та которая получается у меня здесь собрались светлые трубочки теперь мне надо собрать все темные с этой стороны с другой то есть получается тогда плести чтобы сюда вышла у меня темная трубочка вот она выходит если светлый то она вот сюда пойдет сюда нам светлые не нужны у нас уже есть они нам надо поочередно значит темные значит беру темную трубочку и плиту и ситец и здесь вот она сама ложится трубочка вот здесь вышла и сама легла сюда сейчас я наращу сразу так теперь я плиту прямую веревочку сети джима проплели теперь прямую веревочку их три надо собрать вместе вот здесь в одном месте поэтому и прямую по узору и желаю вам удачи в ваших начинаниях в вашем творчестве пока пока пока